Здравствуйте! Это новости на Дону, в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Выплаты из федеральных денег начнутся уже сегодня. Василий Голубев доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий ростовского пожара. Рассчитываем, что до 31 числа этого месяца мы практически в полном объеме разберемся по каждой семье индивидуально. Пожар на Асальском рынке ночью выгорел мясной цех на площади полторы тысячи квадратных метров. Вот смотрите, что-то мало сохранится. Ни работы, ни денег, ни долги за товар. Мы нищие, мы просто нищие. Преображение самого большого двора моногородов. Два донецких гектара станут комфортными к началу ноября. В ходе домогона, будут цветы, пюльпаны. Там кто-то и бассейн уже требует. Удобство для добросовестных плательщиков. В донских домах начали устанавливать счетчики воды с дистанционным снятием показаний. Это показания нового счетчика. И все, после этого я забыла, что нужно ввести такой учет. Старт Кубка России в Астрахани. Сегодня жребий свел футбольный Ростов с Волгарем. Выплаты ростовским погорельцам из первого федерального транша в 79 миллионов рублей планируется начать уже сегодня. Об этом Василий Голубев сообщил Владимиру Путину накануне вечером в Анапе. Президент собрал на совещание губернаторов пострадавших от сильных пожаров в Ростовской и Волгоградской областей, а также главу МЧС. В первом и в втором случае есть и пострадавших, и погибших, к сожалению. И как министр Дакнадулу, к сожалению, приходится изучать версию специальных поджогов и в том, в другом случае. Президента интересовало, какие конкретно меры принимаются для ликвидации последствий ЧС и возмещения ущерба погорельцам. Глава Донского региона отчитался. Из пунктов временного размещения всех людей переселили в гостиницы или, при желании, во временные квартиры маневренного фонда. Практически все получили единовременные выплаты от города 20 тысяч рублей и 30 тысяч от области. Семье погибшего мужчины выплачено полтора миллиона рублей. Но главная задача, конечно же, обеспечить погорельцев новым жильем. В этом плане власти будут работать с каждой семьей индивидуально. По каждой территории, по каждому дому идет уточнение имущественного состояния, владения землей, строениями, жильем. Рассчитываем, что до 31 числа этого месяца мы практически в полном объеме разберемся по каждой семье индивидуально. Ну и будем продолжать работать до полного решения вопроса. Хорошо, Васильевич, спасибо. После обращения губернатора к правительству России с просьбой выделить для пострадавших 605 миллионов рублей, первые деньги, больше 79 миллионов, выделены из резервного фонда правительства в понедельник. На что хочу обратить внимание? Чтобы волокиты не было. Особенно связанные с оформлением документов. Где взять людям документы, если они сгорели. Поэтому это все нужно держать на контроле, чтобы они относились к людям поверхностно и бессердечно. Владимир Путин поручил продолжать оказывать погорельцам всю возможную помощь. Центральный рынок Сальска горел сегодня ночью. Пожарные получили сообщение о возгорании в половине 12-го. Очагом стал мясной павильон. Он выгорел весь на площади полторы тысячи квадратных метров с серьезным материальным ущербом для предпринимателей. Товар уничтожен. Пострадали и рыбные магазины. Все, все, ничего нет. Все, вот смотрите, что-то мало как хранится. Ни работы, ни денег, ни документов. Ни работы, ни денег, ни доли за товар. Мы нищие, мы просто нищие. 37 спасателей с помощью 9 единиц техники потушили огонь к 2 часам ночи за 2,5 часа. Когда приехала пожарная служба, здесь даже не было на месте пожара, даже охраны еще не было. Пожарных вызвали люди посторонние, проходящие. То есть охрана даже не видела то, что происходит в ангаре. После того, как приехала, машина около получаса не могла попасть внутрь пожарные, потому что ворота были цепью затянуты, и пожарные срывали замок, потому что даже ключей не было попасть в ангар. Погибших и пострадавших в огне нет. Горело все-таки поздней ночью. Причины возгорания выясняет ростовская пожарная лаборатория. Пока спасатели предполагают, что виной всему короткое замыкание электропроводки. Депутаты Госдумы, ЗАГС Собрания и Гордумы каждый день ведут личный прием ростовских погорельцев в Центре правовой поддержки граждан на Станиславского, 302. Сегодня пострадавших консультировал спикер Донского парламента Александр Ищенко. Ежедневно идет скрупулезный, доскональный анализ каждой ситуации. И мы видим, что вот такого единого шаблонного решения для всех не будет. Мы на сегодняшний день полагаем, что не меньше 7-8 типовых проблемных ситуаций есть, которые попадают жители тех или иных домов. Здесь же есть частный сектор, есть многоквартирные дома. Индивидуальное решение еще для каждого. Кто-то не был прописан в сгоревшем жилье, у кого-то не оформлено право собственности на дом или землю, кто-то не успел вступить в наследство. Специалисты Центра помогают оформлять документы для получения материальной компенсации и жилищных сертификатов. У нас сложная ситуация по вступлению в наследство, потому что мы не успели, так как произошел пожар. Адвокаты дали очень хорошую консультацию, все разъяснили и сказали, что над нашим вопросом работают. И в течение нескольких дней нам уже сообщат, что нам делать дальше. Каждый пострадавший может получить личного бесплатного адвоката. Депутаты продолжат встречаться с погорельцами. В Центр правовой поддержки по адресу Станиславского, 302, можно обратиться с 9 утра до 5 вечера. Самый крупный двор донских моногородов преображается. Его площадь 2 гектара. Находится он в Донецке, а обустраивается по федеральной программе формирования комфортной городской среды. На первом этапе в нее вошли 6 городов нашего региона. Кроме Донецка, Ростов, Азов, Таганрог, Гуково и Зверево. В проект благоустройства этого двора хозяева бассейн и фонтан не включили. Для них главная практичность – асфальт, плитка, плюс тренажеры, детские игровые и спортивные площадки со специальным резиновым покрытием. В проект формирования комфортной городской среды дворы попадают по инициативе их жителей. Жители действуют очень активно. Порядка 500 в ходе заявочной кампании заявок было подано. Из них отобрано, конечно, не в полном объеме. Но все оставшиеся заявки, они перейдут на последующие периоды, на 18, 19, 20, 22 годы. Ну и с учетом того, что сегодня заявочная кампания, она не останавливалась. Двор в 2 гектара преображают уже месяц. Для начала убрали старые 40-летние деревья. Здесь, в общем-то, весь район был испещрен, скажем так, воздушной линией теплотрассы. И плюс еще и сети электроснабжения, точно так же здесь по району проходили воздушно. 840 метров старой теплотрассы, как и провода электросети, опустили под землю. Для восьми многоэтажек обустроят проезды, гостевые парковки, поставят урны и лавочки. Появится 20 светильников с солнечными батареями. Это все для жителей бесплатно. А за их счет установят камеры видеонаблюдения, которые потом подключат к системе «Безопасный город». Данный проект предусматривает финансирование федеральное, субъектовое, местное. И также доля 1% финансирования жителей. Стоимость проекта самого большого двора 26 миллионов рублей и 1% жителей. Это озеленение строительства детской площадки и спортивность тренажерами. Взнос жильцов был разовым. С трехкомнатной квартиры вышло 530 рублей. В июне месяце мы ввели в квитанцию 530 рублей 60 копеек. Если, чтобы вам было понятно, 8 рублей 41 копейка с квадратного метра. Потому что у нас все коммунальные услуги рассчитываются по квадратным метрам. И мы точно так же сделали. Единожды удержали все. По этой же программе в Донецке преображают одну из центральных улиц – проспект Мира. Ассортимент примерно тот же. Замена плитки, установка лавочек, урн, фонарей, высадка кленов и кустарников. Полностью комфортными улица и двор станут к первому ноября. Екатерина Лободина, Алексей Масленников, Дон-24, Донецк. Показания счетчиков воды в квартирах теперь при желании можно не снимать. Ведь появились приборы учета с дистанционной передачей данных. С таким нововведением управляющие организации всегда в курсе, сколько воды утекло, из какого крана. А значит, исключена отмотка счетчиков назад. И в некоторых домах, где установили такие приборы, расход воды на общедомовые нужды снизился вдвое. Здесь были показания старого счетчика, это показания нового счетчика. И все, после этого я забыла, что нужно ввести такой учет. В доме Ольги Лобынцевой на Суворово новые счетчики установили два месяца назад. Такой модернизацией рады были только добросовестные плательщики и управленцы. А кто не доплачивал, теперь жульничать не может. Прибор все манипуляции учтет. Здесь есть небольшой такой набалдашничек, который включает в себя и радиомодуль, то, в чем сырбора этой системы. Здесь батарейка, аккумулятор, срок действия которого 10 лет. Цена счетчика воды с дистанционной передачей данных около 2000 рублей. Управленцы могут пойти на уступки и за собственные выгоды от таких приборов учета. Ведь с августа за ОДН платим по-новому и перерасход общей воды сверх норматива обязана покрывать управляющая организация. А вся вода, украденная в квартирах, выливается в рост показателей общедомового счетчика. Мы разрешили оплату за приборы учета произвести в рассрочку. В начале, в первый месяц собрали у кого по два счетчика, на следующий месяц у кого по четыре счетчика, еще за два доплатили. И у кого шесть счетчиков, это уже на третий месяц еще за два счетчика. Каждый дом может в течение 10 дней принять такое решение, как по жилищному кодексу, если говорить о сроках. И его реализовать очень быстро, потому что никакого проекта не надо разрабатывать. Речь идет просто о замене тех индивидуальных счетчиков, которые у нас в квартирах уже стоят на счетчике нового образца с возможностью дистанционного снятия показаний. Принять решение об установке новых счетчиков можно на общедомовом собрании большинством голосов. Евгения Нагорская, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Смотрите дальше в выпуске. Не так страшен Коксаки, как звучит из Турции. Этот вирус вполне обычная для Донского лета энтеровирусная инфекция. Циркулировали Коксаки. А6 на территории Ростовской области, города Ростова-на-Дону. Не допустить возврата ребенка в детдом, игровые уроки в школе приемных семей. Мне нравится семья Исаевых. Теть Юля, дядя Андрей, Макс тоже. Хорошие люди, добрые очень. Старт Кубка России в Астрахани. Сегодня жребий свел футбольный Ростов с Волгарем. Вирус Коксаки далеко не так страшен, как о нем вдруг заговорили. В то время, как из-за вспышки россияне опасаются ехать на турецкие курорты, в Ростовской области знают, как с вирусом бороться. Ведь эта энтеровирусная инфекция у нас довольно обычное дело. И летом фиксируется не первый год. А спасают от нее элементарные правила гигиены. В контакте с инфекционными больными тоже нигде нет. Нет, все нормально. Не будет, все хорошо. Дома не болит. Ни кашля, ни насморка, ни температуры нет. Нет, ни расстройства, стула тоже нет. Ваня, давай покажи мне горлышко. Высокая температура, интоксикация, нарушение работы кишечника, осыпь на ладонях, ступнях и в ротовой полости – таковы основные проявления Коксаки. Симптомы этой энтеровирусной инфекции схожи с кишечной. С такими жалобами в детскую поликлинику номер один обращаются по пять маленьких пациентов ежедневно. Чтобы ограничить их контакт со здоровыми детьми, организовали отдельный кабинет неотложной помощи, где принимают с 8 утра до 8 вечера. На вызовы к НАДО мы принимаем только к детям, которые совсем маленькие, в совсем плохом самочувствии и состоянии, либо имеющиеся признаки, опасные для распространения на других детей. В том числе это кишечная инфекция, это энтеровирусная инфекция. Сейчас у кишечной инфекции самый пик. Просто вирусы летом активнее распространяются с водой и по воздуху. Так, в Сальске в середине месяца под их обтаку попали два детских сада в городе, один в районе. В больнице находились 15 человек. Подтверждена энтеровирусная инфекция. По поводу типирования результатов у нас еще нет. Типирование будет проводиться, вернее, проводится на данный момент, но результаты выдадут не раньше, чем через 10 дней. Для того, чтобы выявить, какой тип этого энтеровируса вызвал у нас такую вспышку. Определить тип вируса можно только лабораторно. В прошлом месяце на Дону зарегистрировали более сотни заболеваний энтеровирусами, в числе которых и коксаки. По словам специалиста Роспотребнадзора, это в пределах нормы. На территории области за ряд лет в этом году уже по отправленному материалу в референс-центр циркулировали коксаки. А6 на территории Ростовской области города Ростова-на-Дону. Кроме того, регистрируются энтеровирусы ЭХА-30 и энтеровирус 71 типа С1. Вакцины от этих энтеровирусов еще нет. Для профилактики врачи рекомендуют самые простые способы – мыть руки, овощи и фрукты, пить кипяченую и бутилированную воду. А тем, кто собирается на отдых в ту же Турцию, избегать закрытых водоемов и большого скопления людей. Инна Панфилова, Дмитрий Романченко, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Вода, свежий воздух и живое общение. В таких условиях проходят уроки школы приемных родителей. За парты мам и пап не сажают. Учат в форме квестов, игр и тренингов на острове у правого берега Дона. Дерутся мальчики только в импровизированном спарринге. В жизни они лучшие друзья. Петя живет в семье Исаевых чуть больше полугода. Но уже успел стать для приемной мамы родным сыном, а для Максима – братом. Мамой он называет, скажем так, в определенных кругах. Там, допустим, ему кто-нибудь позвонит. Он говорит, я с мамой разговариваю, или я с родителями поехал, с папой. Когда он забывается, он называет нас мамой папой. Пока так. Тетя Юлия, дядя Андрей. Юлия Исаева в свои 50 не побоялась взять под опеку 14-летнего подростка. А таких взрослых берут нечасто. Все хотят маленького. Мать бросила Петю почти сразу после рождения. Растила его бабушка. А потом приют и несколько неудачных попыток пожить с родной мамой. Мне наоборот было лучше, когда я был в приюте. Я не видел ее пьяного лица. Ну, все вот это, бардак постоянно. Был постоянно накормлен. Ну, я с ним не мог жить. Мне нравится семья Исаева. Тетя Юлия, дядя Андрей. Макс тоже. Хорошие люди. Добрые очень. Таких добрых семей в школе приемных родителей несколько десятков. Взрослым ученикам здесь помогают понять законы, учат разбираться в конфликтных ситуациях, предотвращать эффект эмоционального выгорания. Для детей устраивают мастер-классы, тренинги, тематические занятия, квесты, прогулки и соревнования. Отдых на острове для детей – это уже приключение. На базу отдыха, где разместили школу приемных родителей, добраться можно только по воде. Эксперты признают, что приемные дети часто бывают непростыми и пытаются помочь приемным родителям снять психологические барьеры. Интернатное учреждение все равно накладывает свой отпечаток на формирование личности ребенка. И поэтому мы уже, исходя из этого, формируем свои занятия. Главная задача специалистов – исключить возврат приемного ребенка в приют. Дети из интернатов сначала могут принимать новых родителей в штыки, просто потому что не знают, как вести себя в семье. Важно, чтобы на этом этапе специалисты квалифицированные помогли, подсказали, удержали от, пожалуй, иногда непродуманного и такого отчаянного шага избавиться от ребенка, от проблем и закрыть эту тему раз и навсегда. Школы приемных родителей работают практически во всех районах области. В этом году больше 200 семей отдохнули и получили помощь. Дон вошел в топ-10 регионов по числу усыновленных детей. И все же еще больше 700 одиноких малышей и подростков ждут новых маму и папу. Галина Горлова, Сергей Яковенко, Дон-24, Азов. В организации Мундиале Ростов учтет богатый успешный опыт Сочи. Для детального изучения первый зам губернатора Игорь Гуськов отправился в город Зимней Олимпиады и Кубка Конфедераций, где пообщался с градоначальником. Анатолий Пахомов пообещал всяческую поддержку вплоть до выезда на Дон. Мы, горожане этих городов, которые принимают чемпионат мира по футболу, представляем Россию. И должны ее представить на самом высоком уровне организационном. И я уверен, что это произойдет. Потому что мы видим, какой интерес сегодня проявляют наши коллеги из Ростова. Они уже второй раз у нас. Мы собираемся к ним поехать и уже на месте помочь им. Ростов-на-Дону идет к чемпионату мира уверенно. Все основные объекты строятся с опережением графика. Объекты инженерной инфраструктуры, много водоводов, новые энергосистемы. Фактически мы на левом берегу построили стадион 45-тысячник, там, где ничего не было. Первый обкаточный матч на новой Ростов-арене должен быть сыгран уже в ноябре. А следующим летом Донская столица примет пять игр мундиаля. В Кубке России футбольный Ростов стартует в Астрахани. Сегодня Жеребей выбрал нам в соперники по 1-16 клуб ФНЛ «Волгарь». В чемпионате второй по силе Российской лиги после 10 туров в Алжане идут на шестом месте с 17 очками. Матч пройдет в Астрахани 20 или 21 сентября. Кубок СССР 81-го года. Серебро чемпионата в 66-м. Понедельник Капаев, Масалев, Андреев. 80 лет исполнилось футбольному клубу «Скаростов». В юбилей современной команде выпало играть дома с легионом «Динамо» из Махачкалы. Клубом вполне проходимым. На трибуны пришли ветераны, но игра праздник подпортила. Сегодня мы переносимся в прошлое. Мы восстановили форму, в которой ростовские армейцы вышли на свою первую игру в 1937 году. 27 августа 1937 года была создана команда, которая называлась длинной и тяжеловесной для такой быстрой игры, как футбол. Ростовский окружной дом Красной армии Северокавказского военного округа. За 80 лет было много реорганизаций, смен названия, но именно с аббревиатурой «Скаростов» связаны главные успехи клуба. Конечно, я еще только начинал играть, уже эту команду слышали, потому что они были на ведущих ролях уже тогда. Поэтому, ну, конечно, это имя, бренд, я не знаю все об этом. Я думаю, кто в футболе очень разбирается, тот знает, что это «Скаростов». Мы верим, что он вернется в высшую лигу российского чемпионата, так будет. Просто не можем сказать, сколько времени для этого понадобится. Болейте за футбол, а молодым ребятам хочу пожелать, чтобы они занимались футболом и старались достичь высоких результатов. Было время, когда в каждом дворе был свой понедельник. «Скаростов» провел к своему юбилею детский футбольный турнир. Первое место у ростовского клуба «Звезда». Ура! Чемпионов! Самое красивое в футболе, говорят англичане, это счет на табло. А самый красивый счет для ростовчан, самый простой, безо всяких, Аргентина-Ямайка 5-0. В истории «Скар», конечно, это счет 1-0, когда мы непосредственно в 81-м году стали обладателями Кубка Советского Союза. Это действительно на всю жизнь. За юбилейную игру капитану нынешнего «Ска» пришлось извиняться перед болельщиками. Точнее, получается у соперника. Легион «Динамо» на нашем празднике чувствует хозяином себя. Гол в первом тайме, еще пара во втором и 3-0 в итоге. «Ска», увы, разгромно проигрывает сопернику в свой юбилей. Но история любого клуба полна и разочарований, и удач. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Дон-24, Батайск. Современная картинка и звук. Такого в Песченокопском еще не видели. Первый кинотеатр на 67 мест открылся в Доме культуры. Показывать здесь обещают самые современные фильмы и по доступным ценам. Стоимость билета в будний день от 110 рублей, в выходной не больше 220. А детям до 5 лет вход бесплатный. У молодежи будет место, где можно провести свое свободное время, развечься и насладиться моментом. Три года мы в Песченокопском районе занимались строительством оптоволоконных сетей связи, для того, чтобы население могло в цифровом формате видеть вот этот продукт, который мы с вами только что видим. Помимо фильмов, здесь планируют показывать матчи российского чемпионата мира по футболу. Еще два кинотеатра в поселениях Песченокопского района готовятся к открытию. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова